Друзья, всем огромный привет! Как дела? Как настроение? Сегодня у нас небольшой ролик. Небольшая распаковочка и сборочка хорошего аппарата, станка. Так что вам всем приятного просмотра. Давайте посмотрим ролик до конца. Поехали! А к нам приехала сегодня такая вот здоровенная коробка. Давайте посмотрим, что же у нее внутри. Как видите, хорошо упаковано. Много пенопласта. Сразу касается в глаза чугунный столик. Тяжелая, ровненькая все. Чугунина такая тяжелая. Покрытие очень хорошее. Порошковое, видимо. Ничего себе! И что мы тут с вами видим? Это напольный сверлильный станок. Бренд Белмаш. DP430-16FVS. Вот это красота! Да, я это что-то не просто. Ну и чего, если вот эта станина... Вы посмотрите, какая здоровая! Вот это да! Тут у нас сам мотор. Тут тисточки. Смотрите, какая красота! Тисточки. Отправляем. Барашки, винты. Здесь у нас всякая аппликация. Ох, 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 ох! Как же мне тебя достать! Вот посмотрите, какая станина! Какая труба направляющая! Вот полированная! Толстенная! Вот это да! Ох, ох, вот! Весит, наверное, килограмм тридцать! Тут потому что чугунная такая направляющая. Чугунная! Вот это, посмотрите, толщина металла. Также в коробочке быстро зажимной патрон B16. В чем написано у нас? От 1 до 16 миллиметров. Все хорошо смазано. Все, смазочки в заводской. Вот такая вот красота. Ну и сам мотор. Мотор тяжелючий. Я не знаю, как я его буду поднимать. Один надо кого-то брать в помощники. Обалдеть! Вот это да! Ох, 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 ох! Вы посмотрите на это чудо! Ох, неудиться бы! Ну и, наверное, подниму, да, сам. Здоровый, тяжелевный. Сейчас мы поставим на место все. А тут у нас подсветочка сразу. Ну это реально прям станок. Вы посмотрите, какой мотор здоровый. Все чугунино отлито. Это даже сама, сам корпус. Это просто вообще что-то с чем-то. Давайте сейчас на место сразу поставим станину. И будем на месте уже собирать. Выбрал я возле столика место. Пока поставлю его здесь. Тут вроде бы и верстак. И все под рукой. Посмотрим, будет ли удобно. Правда, здесь вот стенка. Полы у меня бетонные. Можно будет засверлиться. А можно будет пока вот так поставить. И посмотрим, как он поведет себя в дальнейшем. Удобно будет это или нет. На место ставим станину. Напольную. Как видите, четыре крепления. Можно засверлиться и в бетон закрепить. В комплекте были четыре болта. Тут в станине сразу предусмотрено резьбовое соединение. То есть мы поставим на основание станину. Вот таким вот образом. Все отверстия четко совпадают. Сейчас мы сразу болты поставим на место. Притянем все это. Само основание у нас получается с вылетом 59. Ну, условно. Тут я по краям. На 41. То есть довольно-таки большое основание. Теперь установим рабочий стол. Все хорошо становится. Вот такая рабочий стол у нас размером 35,5 на 35,5. Прямо четко. Сразу устанавливаем рукоятку-фиксатор. Резьба с другой стороны. Зафиксировали. Все, у нас столик будет не поворачиваться. И ставим сразу ручку для поворота. Для подъема стола. Здесь идет под шестигранник. Шестигранник у нас шел в комплекте. Установили и затягиваем. Конструктор Олега. Тут также имеется фиксатор на саму стойку, чтобы можно было ее зафиксировать. Также резьба у нас имеется вот здесь. То есть мы можем затягивать, чтобы у нас не провалился, не случайно, не поднялся. Когда расслабили, при помощи ручки мы можем опускать и также легко поднимать. Установили на нужную высоту, зафиксировали. Так, ну а теперь надо закинуть саму голову на колонну. Вот так вот. Вот это мощь. Установили голову циррельную на основании, на колонну. Выровняли все, чтобы было ровненько. Теперь нужно зафиксировать. Для фиксации также есть болты под шестигранник, которые необходимо затянуть. В комплекте были вот такие вот три ручки механизмового управления. Подъема и опускания патрона. Вы видите, насколько шпиндель выдвигается. 150 миллиметров. 150. И сам уходит. Там есть пружина. Необходимо установить шпиндель. Хорошенько надо вытереть от масла, чтобы не было инородных. Частиц также внутри немножко протрем. Устанавливаем его. Устанавливаем патрон. Тоже все вычистили. Все протерли от масла, чтобы не было никаких инородных предметов. Сам патрон тоже от масла вытираем. Полностью раздвигаем кулачки, чтобы у нас плотно сила. Отступим к яночку. Ну и все. Первый никуда не денется. У нас на месте. В комплекте был защитный экран. Такая вот направляющая. Я уже винтики прикрутил. Осталось только поставить. Было все в хорошей пленке. Защищено. Чтоб не покорябать. Как видите, только следы от пальцев остались. Так, чистенький. Теперь ставим на место. Откручиваем вот этот винт. Вставляем. Вот так вот. Берем шайбочку. И винтом затягиваем. Вот так вот. Вот так вот. У нас станок вариатор. У нас есть также в комплекте ручка, которым мы накручиваем. В ступке 3, с какой стороны будет удобнее. Я думаю, сейчас я вот посерединке вот так вот установлю. Потом в процессе работы я пойму, где она мне будет нужна. Так, давайте поставим тисочки на место, как они будут смотреться. Прикручивать я их пока не буду. Я пока хочу посмотреть, как это будет работать. Но в комплекте были болты и гайки. Также в комплекте у нас был конус. Это для снятия патрона. Снимается таким вот способом. Опускаем. Весь у нас отверстие. И встукиваем, и патрон у нас выпадет. Показал кабель. Кабель длинный. Но немножко жестковат. Ну, в принципе, что у нас? На морозе у нас не будет. У нас будет в теплом помещении стоять на одном месте. Вилочка. Вставляем. Кнопка аварийного пуска изначально на заводе уже заблокирована. И у нас, видимо, отображает, светится табло. Попробуем включить. 1135 оборотов. Мы их можем регулировать. Можем сделать их меньше. У нас минимально 440 оборотов в минуту. И давайте попробуем повысить. 200 оборотов в минуту у нас максимальное количество оборотов в минуту. Круто. Проверим концевик. Как видите, концевик работает. Как видите, управлять только можно в авариаторе, можно во включенном состоянии. Кнопка аварийной остановки также работает. Ее надо теперь повернуть. Отщелкнуть. То есть, чем хорошо, не нужно перекидывать ремень постоянно. У нас на табло отображается скорость вращения шпинделя. И мы всегда четко можем под разные материалы выставлять нужный нам крутящий момент. Концевики у нас имеются здесь. Потом кнопка аварийной остановки. И на самой крышке. Также есть концевик. Если она будет открыт, тоже работать не будет. Сейчас мы откроем и посмотрим, что у нас там внутри. Здесь закручивается винт. Я его открутил. Вот так вот выглядит сам вариатор. То есть, включится он не включится. Вот такая вот штука. Это у нас вариатор. Который регулирует скорость. Вот такой вот ремешочек. Единственное, что на этом станке нет реверса. А так, мотор здесь на 1100 ватт. Вот сразу концевичок сработал. Видите, все. Концевички все работают. На аппарате также имеется лазерный указатель, который можно включать при необходимости. И выключать. Яркая светодиодная подсветка. Можно поставить под рабочее место и подсвечивать. Я не знаю, если при необходимости. Здесь у нас можно регулировать заданную высоту на постоянную. То есть, нужно нам 10 миллиметров засверливаться в материал. Мы выставили. Все быстренько. Видите, как прям раз. То есть, насколько нам нужно. Мы выставляем. Давайте посмотрим, сколько максимально от шпингеля до рабочего стола. Максимальное расстояние у нас 630 миллиметров. Так, а теперь до основания. 113, 112. 113,5 где-то я вот. 113. То есть, легко столик отодвинули в сторонку. Что-то нужно большое просверлить. Нет, поставили его на место. Подтянули. Выставили высоту, какую вам нужно. Внизу у нас есть регулировочный болт, который при раскручивании, при растяжке, можно наклонять саму столешницу. Вот я его расслабил. В одну сторону под 45 градусов можно выставить. И в другую сторону. Также имеется возможность под 45 градусов выставить. Это при необходимости, при определенном виде работы. Надо, вы затянули. Вот он, болтик. На нолик выставили и затянули. Ну и также сам столик можно вращать в разные стороны. Если тисочки стоят, может быть это будет удобно для каких-то целей. Друзья, ну давайте быстренько пробежимся по всем характеристикам данного аппарата. Аппарат у нас на 230-220 вольт. 380 я не стал брать, хотя он не заведено. Но надо было переподключаться. Решил я на 220 остановиться. А мощность двигателя, потребляемая мощность 1100 ватт. Тип двигателя у нас асинхронный. Частота вращения 1400 оборотов в минуту. А количество скоростей здесь у нас вариатор установлен. Посадка патрона B16. Диаметр хвостовика от 1 до 16 миллиметров. Максимальное расстояние между шпинделем и столом 630 миллиметров. Максимальная высота от шпинделя до основания 1120 миллиметров. Еще вот здесь же нас не померили мы с вами. На идее должно быть 215 миллиметров. Да, 215 миллиметров. Повторюсь, рабочий стол и основание выполнены из чугунины. Рабочий стол у нас размером 356 на 356. Размер основания 580 на 420. Имеется подсветка и лазерный указатель. И весь этот малыш 93 килограмма. Давайте, конечно, попробуем, как он работает. Взял моцерлок, который у меня есть на 12 по металлу. Маслечко. Выстрел обороты на минимальное. Такая стружечка. Кайф. Ну и давайте полтора миллиметра сверлышко поставим. Здесь наоборот добавим. Все четко. Друзья, у нас получился вот такой небольшой обзор на такого вот красавца. Сверленного станочка бренда Белмаш. Ссылочку, конечно, оставлю в описании под роликом. Также оставлю промокод ДЕЛАЙСАМ. Также будет в описании. Который даст 10% скидку на все оборудование бренда Белмаш. Все можно будет ознакомиться по ссылочке в описании под роликом. Вам же спасибо, что смотрите меня, что поддерживаете. Всего вам самого хорошего. Самое главное крепкого здоровья. До новых встреч. Пока-пока.